Виктор Петрович Всех, кому не безразлична участь человека на земле Виктор Петрович Астафьев родился в деревушке Овсянка Красноярского края на берегу Енисея Отец Петр Павлович Астафьев был крестьянином, крепким хозяйственником Мать Лидия Ильинична домохозяйкой Две дочки, родившиеся раньше Виктора, умерли в алмагическом возрасте И по сути он был единственным ребенком в семье Коллективизация нарушила привычный уклад семьи Астафьев были раскулачены, а отец заключен в тюрьму за вредительство В семилетнем возрасте Виктор лишился и матери Оставшегося сиротой мальчика взяли в свою семью дедушка с бабушкой В раннем возрасте Виктор пытался сочинять разные истории За что бабушка назвала его врушей Свою жизнь в этот период Астафьев вспоминал как самый счастливый Отрезок судьбы, несмотря на тяжелые крестьянские дни Именно в это время будущему писателю открылась красота родного края Описание которого будут впоследствии присутствовать практически в каждом произведении Виктор Астафьев, Сорькина песня Бабушка разбудила меня рано утром, и мы пошли на увал по землянику Огород наш упирался крайним пряслом в увал Через жерди переваливались ветви берез, осин, сосин Одна черемушка катнула под городьбу ягоду И та разрослась на меже среди крапивы и коноплянника Черемушку не срубали, и на ней вели птички гнезда Деревня еще тихо спала Ставни на окнах были закрыты Не топились еще печи И пастух не выгонял неповоротливых коров за паскотину на приречный луг По лугу стерился туман И была от него мокра трава Ни кредолу цветы куриной слепоты Ромашки приморщили белые ресницы на желтых зрачках Енисей тоже был в тумане И скалы на другом берегу, будто подкоренные густым дымом снизу Отдаленно проступали вершинами в поднебесии И словно плыли встреч течению реки Неслышная днем, вдруг обнаружила себя Фокинская речка Растекающее село пополам Тихо побежавши мимо кладбища Она начинала гуркотеть, плескаться И картава наговаривать на перекатах И чем дальше, тем смелее и говорливее делась Измученная скотом, ребятишками и всяким другим народом Из нее брали воду на поливку гряд В баню, на питье, на варево и парево Бродили по ней, болели в нее всякий хлам А она как-то умела и резвость, и светлость свою сберечь Вот она говаривает, наговаривает сама собой Довольная тем, что пока ее не мутят и не баламутят Но говард ее внезапно обрывался Прибежала речка к Енисею Споткнулась я его большую воду И, как слишком уж расшумевшаяся детятя Престыженно смолкла Тонкой волосинкой вплелась речка В крутые седоватые валы Енисея И голос ее сливался с тысячами других речных голосов И капля по капле, накопив силу Грозно гремела река на порогах Пробивая путь к Студеному морю И растягивал Енисей светлую ниточку Деревенской незатейливой речки На многие тысячи верст И как бы живою жилой Деревня наша всегда была соединена С огромной землей Кто-то собирался плыть в город И сколачивался лик на Енисеи Звук топора возникал на берегу Проносился поверху, минуя спящее село Ударялся о каменные обрывы валов И, повторившись над ними, рассыпался много эхо по распадкам Сначала бабушка, а за нею я Проползли меж мокрых от росы жердей И пошли по распадку вверх на увалы Весной по этому распадку Рокотал ручей Гнал талый снег Лесной хлам и камни в наш огород Но летом утихомирился И бурный его путь обозначился до блеска промытым комешником В распадке уютно дремал туман И было так тихо, что мы боялись кошлянуть Бабушка держала меня за руку И все крепче-крепче сжимала ее Будто боялась, что я могу вдруг исчезнуть Провалиться в эту волокнистую тишину А я боязливо прижимался к ней К моей живой и теплой бабушке Под ногами шуршала мелкая иршистая травка В ней желтели шляпки маслят И краснели рыхлые рыжики Местами мы пригибались, чтобы пролезть под наклонившуюся сосенку Мы запутывались в нитках цветов И тогда из белых чашек вываливались мне за воротник И на голову студенные капли Я вздрагивал, ежился, облизывал горьковатые капли с губ А бабушка вытирала мою стриженую голову ладонью или краешком платка И с улыбкой подбадривала, уверяя, что от росы до от дождя люди растут большие-пребольшие Туман все плотнее прижимался к земле Волокнистой куделию затянуло село, огороды и палисадники, оставшиеся внизу Енисей словно бы набух молочной пеной Берега и сам он заснули, успокоившись под неприглядный шум, не пропускающий мякотью Даже на изгибах речки появились белые зачусы И видно, сделалась, какая она велючая Но светом и теплом все шире разливающееся утро Тоньше раскрывала туман Скручивая их валами в распадках, загоняла в потайную дремоту тайги Тихо умирали над рекой туманы Над моей головой встрепенулась птичка Стряхнула горсть искорок и пропела звонким, чистым голосом Как будто она и не спала Будто все время была на чеку Тить-тить-тити-ри Что это, баба? Это Зорькина песня Как? Зорькина песня Птичка Зорька утро встречает Всех птиц об этом оповещает И правда На голос Зорьки Зорянки осветлило сразу несколько голосов И пошло, и пошло С неба, с осен, с берез Отовсюду сыпались на нас искры Такие же яркие, неуловимые Смешавшиеся в единый хор птичьи голоса Их было много И один звонче другого И все-таки Зорькина песня Песня народившегося утра Слышалась веснее других Зорька улавливала какие-то мгновения Отыскивала почти незаметные щели И вставляла туда свою сыпкую, нехитрую Но такую свежую Каждое утро новую песню Зорька поет Зорька поет Закричала, запрыгал я Зорька поет Значит, утро идет Пропела благостным голосом бабушка И мы поспешили навстречу утру и солнцу Медленно поднимающимся из-за увалов Нас провожали и встречали птичьи голоса Нам низко кланились Обомлевшие от росы и притихшие от песен Сосинки, ели, рябины, березы В росистой траве загорались от солнца Красные огоньки земляники Я наклонился, взял пальцами чуть шершавую Еще только с одного бога опаленную ягодку И осторожно опустил ее в туусок Руки мои запахли лесом, травой И этой яркой зарею, разметавшейся по всему небу А птицы все так же громко и многоголосо Славили утро, солнце и зорькина песни Песня пробуждающегося дня Вливалось в мое сердце И звучало, звучало, звучало Да и по сей день неумолчно звучит Редактор субтитров А.Семкин